вот я живу в одном и том же помещении в одном и том же доме одни и те же стены все а газа стало в два раза больше и все ну теперь все ясно теперь эти все ясно всем проблемы ребята оставайтесь до конца я все полностью покажу разъясню всем здравствуйте мои уважаемые подписчики гости заглянувшие на канал значит сегодня сегодня классная будет тема не выключайте досмотрите до конца будет очень интересно и главное познавательно и и в третьих до этого трудно догадаться вот так вот допустим нам как-то даже не подумаешь об этом что это так может быть как нас кидают с газом как эти вот эти вот твари вот эти олигархи что не творят до чего не дошли как это подло как это низко и самое главное ничего не докажешь ничего не сделаешь потому что это все вот сегодня но целый день потратил на документацию все все просматривался где докопаться чтобы подать и миллион и миллионы кубы с нас берут вдвое больше как минимум значит в чем причина ребята ребята то что я экономил там одеялом укрывал одеялом помните вы счетчик да просмотров там тоже почти полтора миллиона это работает сами понимаете одеяло и накрывал заматывал не для того чтобы согреть как некоторые думают счетчик если мы кусок мяса достанем с холодильника и замотаем его в одеяло мерзлого оно не нагреется оно наоборот у него не будет с теплом соприкасание оно наоборот сохранить свой холод вот для этого я и сохранял именно холод счетчики теплоизолировал многие конечно в основном поняли что я его теплоизолировал ну сказал утеплял но это слово утеплял сами понимаете не говорит о том что закипит там то есть я теплоизолировал от внешнего тепла чтобы сохранить холодный газ который проходит через счетчик все предметы сужаются отходы все вы знаете даже человек сужается но тут же фишка получается еще какая вроде как просто совершенно просто блин но как они нас имеют почти вдвое как-то я вот я специально брал счетчик я покупал счетчик еще подключал последовательно да не пойму чем дело примерно плюс-минус одинаково показывают и все почему же газа стала идти больше вы все замечаете что последние года с каждым годом газа все больше больше потребляется по откручиваем добавляем горелось добавляем а тепла нету наконец-то я решил проблему вернее я ее не решил я нашел я докопался до этой до этой беды которые нас имеют они там очень просто сделали ничего не надо творить мы думаем там когда на поверку счетчики забирают это там делают думаем что там добавляют воздух да там добавляют добавляют метанол для того чтобы там не обмерзало не замерзало это естественно добавляет адорант чтобы запах шел но это было если почему именно сейчас стало вдвое больше газа идти мы все заметили я думаю спорить со мной не будьте что газа стала израсходоваться больше вот я живу в одном и том же помещении в одном и том же доме одни эти же стены все а газа стала в два раза больше еще ну теперь все ясно теперь эти все ясно всем проблема ребята оставайтесь до конца я все полностью покажу разъясню кто не хочет до конца смотреть уже поймет сразу же тогда уже заранее покажу чтобы вы дальше не не мучились проблема в давлении что они твари творят давление стало меньше ну да посчитаем что давление меньше больше открутим будет больше гореть да нет ничего подобного некоторые уже поняли чем больше давление газа тем больше сжатия тем больше частиц которые нам дают именно нагревание энергоемкость газ теплоотдача тем их в одном кубике больше получается и у нас больше выходит теплоты ну к примеру берем допустим вот эту баночку здесь 3 литра меха вот эти вот которые в счетчики хорят и считают газу за один раз я там не помню точно по моему 0.45 или 0.55 куба там или меньше но иметь не имею значения то есть они раз два один наоборот дало колесико считается один куб выскочил один куб там не куб там один там 0.073 какие-то кубы то есть цикл один цикл дозами дает дает нам газ и идет если давление понижается получается в этом кубике который был кубик давление меньше там естественно меньше частиц которые на будет теплоотдачу отдавать там будет уже давление то естественно совсем будет не то ну берем пример допустим вот я взял обыкновенную трехлитровую банку допустим 3 литра здесь вот так вот надули перевернули газ у нас получается ниже на ту ли он раз 3 литра газа у нас у нас 3 литра как Газа там сколько-то там кубово в пересчете не имеет значения. Если мы закрываем как газотранспортную систему, она вся герметичная труба, вот допустим в данный момент у нас заходит в дом, это все герметичное. Закрываем, подаем туда давление и мы сюда можем уже загнать не 3 литра газа, ну допустим куб, берем банк это куб, а уже можем загнать 2 куба, 3 куба, если будет давление больше естественно. Ну вот как обычный там компрессор, который нагоняет ресивер, да, можно там 10 нагнать атмосфер, бар и все остальное. И там естественно мы заберем оттуда там 10 кубов и загоним там в полкубика, это элементарно все. Тут же работает тот самый эффект, у нас в системе уменьшили давление, из-за этого получается на газ не те калории куба, совершенно не те, вдвое получается, как минимум вдвое. Я вот буду показывать по вот этому вот манометру, то есть из-за этого по манометру, и вы уберитесь, что у нас вдвое дурят. Почему нам начало больше качать, использоваться газы, ну за всю эту химию, физику, если вам надо, почитаете отдельно, я не буду все это вас загружать. Просто наберете там по газу, по объему, по давлению, все поймете, сайт прекрасный, кто не поможет. Нам нужна для этого, чтобы показать, доказать, что давление в магистрали, у нас стандартные должно быть 0,03, это мегапаспель. Или же килограмм на сантиметр, это у нас идут килограмм на сантиметр. Именно по этим данным мы будем все это проверять, рассчитывать и на чистую воду выводить. Ну и делаем перерасчет, значит вводим 0,003 мегапаскаля и получаем 22. Я, значит, пересчитал по регулятору, у меня есть прибор миллиметров утупного столба, он получается более точнее. Все это пересчитал и получилось у меня 22 там с какими-то копейками, ну берем чуть-чуть, 22 должно получиться. Получится 22 миллиметра утупного столба, вот по этому прибору. И что вы думаете, сколько я обнаружил? Я обнаружил всего лишь 10, ну максимум 11, потому что здесь уже шкалы нету, здесь уже без шкалы, но примерно видно половину этого самого, 10 максимум 11. То есть получается не 0,003 мегапаскаля, как положено, а в половину меньше, вы поняли меня. А в двое меньше, значит, мы платим газом, в двое больше, потому что идет у нас больше кубов. Проходит через счетчик, получается больше кубов, но энергоэффективности его нет. Вот в чем фишка, я думаю, вы поймете до конца. Значит, сейчас я отключу, отключусь, подключу этот манометр до газовой трубы, вот я уже открыл окошечко, отключу от газовой печки, подключу и покажу вам наглядно. Это просто наглость, я такой наглость еще не видел. И самое интересное, что, когда я открыл инструкцию счетчика, и в интернете везде я перевел все инструкции, и вот эту последнюю свою. Дело в том, что фишка в чем-то, не поймаешь их и не скажешь, что вот вы неправы, не на суд, не подожди, что. Почему? Потому что в счетчике написано, что подавать давление газа не более чем 0,5 кг на сантиметр, или другая, то есть не более чем 0,5 на сантиметр. Но ниже, чтобы там, допустим, не ниже, а там 0,1, да ну правильно, счетчик-то что, его главное, чтобы не разорвало по своим параметрам, чтобы не раздуло, не лопало, не пропускало, чем ниже, тем лучше. А кубы-то он читает неправильно, он читает-то кубыши в сторону олигархов. Ну и вот, друзья, значит, я приготовил для того, чтобы вам показать, вот я подключил этот манометр, который измеряется миллиметром оттутного столба, то есть он точный, фирменный, вот видите, вы стрелочка стоит полностью на нуле. Ну, естественно, до 20, если никакого деления нет, потому что оно как бы не нужно для измерения давления. Ну, естественно, он работает в этих пределах. Я сейчас открою газ и посмотрим, сколько. Должно быть 22, ну, где-то с половинкой в этих пределах. Это если нормально, если стандартное. Сейчас я открываю. Как вы видите, стрелочка... Вот так будет, может, виднее. Стрелочка отклонилась примерно только лишь на, ну, на половину. На половину, вот у нас, чуть-чуть, может, даже больше. У меня так вот виднее. Где-то примерно 10, ну, 12, 12 примерно. Если брать еще половина, будет 22. Пускай даже 13. Ну, то есть половина получается. У нас забрали давление в магистрали. Естественно, вот это вот половина денег наших. Это половина кубов, половина денег, половина тепла, половина нервов. А у этих же олигархов, вот, рок изобилия, откуда у них растет. Вот он. Кубы. Кубы считаются, которые, сами понимаете, вдвое меньше. Теплоотдачи никакой совершенно. Все, я на этом закончил. Причина найдена. Где нас дурят? Я не мог давно понять. Я уже проверял и так, и так, и так, и так. Но как-то не мог понять. Вот, вот где причина. Давление. Все эти молекулы газа, они... В одном кубе их меньшее количество получается. А куб все равно идет как куб. Пока не увеличим давление, они, вот эти вот дармоеды, которые, олигархи, пока не увеличат давление, они его не увеличат. Значит, мы будем платить за, ну, вот, за воздух, трудно сказать, за это самое, просто за некачественный газ. Есть в правилах, как я сказал, давление в магистрали должно быть 0,003 мегапаскаля. Значит, это надо требовать. Именно это надо требовать. Других вариантов мы ничего не добьемся. Теперь хоть вы будете знать, именно в чем фишка, в чем проблема. Все, ребята, всем пока. Буду думать я, буду думать, как эту проблему обойти. Сложная проблема, конечно, вот с этим давлением. Надо как-то, надо вместе думать. Подумаем вместе. У кого есть какие-то комментарии, у кого есть какие-то мысли, делитесь, пожалуйста. Может быть, что-то вместе и придумаем. Такое, как бы, чтобы оно было в законе. Всем до свидания. Подписывайтесь. Будем решать вместе, думать. И продолжать именно вывалить на чистую воду. И экономить как можно. Будем экономить только, не воровать ничего, а именно честным способом. Все, до свидания, ребята. Всем пока. Ну и так, уважаемые, кульминационный момент. Открываю я газ. Вы наблюдаете, стрелочка на нуле стоит. Это я только что подключил. Открываю газ. И смотрим. Стрелочка поднялась. Не до двадцати. А меньше даже. Вот так будет вам виднее, наверное. Вот получается почти что наполовину. Чуть-чуть больше половины. Вот это вот, где она стояла. И наполовину. Должно быть двадцать два с лишним. Почти половина. Может быть. Чуть-чуть. Нет, половина все-таки. Все-таки половина. То есть получается, у нас ворует почти половина газа. О, видно было хорошо. Вот. Должно быть двадцать два. Я думаю, вы поняли, в чем теперь фишка. И как нас грабят. В наглую грабят. И ничего сделать нельзя. Кроме как только, ну если мы уже знаем, в чем причина. И требовать нормального давления газа, как положено, по договору у нас. Каждый составляет договор каждый год. Хотя даже не каждый сейчас. И в нем требовать то, что описано. Именно 0,003. Давление должно быть в гигабайтах. Гигабайт, говорю. Бля. Меня уже замучили эти. Мегапаскаля. Мегапаскаля должно быть 0,003. Не меньше. Если больше, это хорошо. Это в нашу пользу. Если меньше, мы платим лишние деньги. И, конечно же, вот я в руках держу. Это рок изобилия. Вот это вот им черпают. Вот это наши деньги. Наше бабло. Наши нервы. Наше все остальное. Вот эти вот олигархи. Прямо гребут с нас. Будем как-то дальше бороться. Будем думать, как этот вопрос решить. Буду обращаться. Буду требовать конкретные цифры договора. Звонить. Решать. Как обычно. Но вдвоем. Когда мы все вот как-то кучкой подумаем, как это все сделать. Мне тоже как бы одному вот думать. Мозги парить, сушить. Сами понимаете. Когда вы у меня подписчики есть. Умные люди. Умные комментарии пишите. Давайте вместе подумаем. Как же тут опять же как-то легально. Чтобы не срывать. Не воровать. Не сверлить какие-то отверстия. Чтобы все это легально можно было как-то сделать. Будут какие-то мысли. Комментарии. Пишите. Я всегда буду рад. Любой комментарий я прочитаю. И может с него что-то. Какая-то мысль созреет. Все. Пока тогда всем спасибо. Будем дальше бороться. Продолжать за экономию. Вернее экономия не экономия. Но это уже чистый обман. Это обман уже идет конкретный людей. И очень обидно. Что нас вообще за таких дураков делают полностью. Ну не мог я вот поначалу догадаться. Так как я сказал. Что вот именно за давление. Ну как-то не вникал в эту систему сильно. Ну давление. Ну да. Ну будет оно там. Ну в общем вы все поняли. Я там сейчас таблички выложу. Вернее выкладываю. Поставлю. Таблички там. Какое должно быть давление. Все поставлю. Всем пока. Всем до свидания. Ребята подписывайтесь. Будем вместе думать. Будем что-то там чудить. Разоблачать вот этих тварей. И все остальное. Все. До свидания. Всем удачи. И тепла.